Владимирская торпеда выходит в элитный раунд Кубка России по футболу. Старший тренер команды Сергей Дубровин. Сергей Юрьевич, поздравления и Ваш комментарий по сегодняшнюю матчу. За поздравления спасибо. Мы играли сегодня с очень хорошим сильным соперником, который не проиграл еще в этом году ни одной игры. Это и показал сегодняшнюю игру. Они боролись, сбились до конца. Мы забили в первом тайме два быстрых гола. И в дальнейшем, я не скажу, что мы полностью контролировали игру. Но в принципе у нас были моменты забить еще больше. Но не получилось. Потом во втором тайме немножко, немножко отошли назад. И хотели сыграть на быстрых атаках. Кое-что получилось, кое-что нет. Но в принципе я, конечно, живу очень довольны ребятами. И хотел сказать, наверное, что установка на игру была сегодня очень простая. Я попросил ребят сыграть, именно сыграть для себя. Но при этом я их также попросил играть на победу. А на победу ради нашего города, ради наших болельщиков и вообще просто всех жителей города. Сделать им праздник. По большому счету, вот сегодня даже местных болельщиков не было слышно. Фактически весь матч прошел под диктовку, в том числе и владимирских болельщиков. Да, это очень круто. Мы их чувствовали прямо с начала разминки. То есть их поддержку, это было супер, очень хорошо. Не все команды РПЛ начинают сыграть на раундах. К нам точно не приедет «Спартак», к нам точно не приедет «Локомотив», «Зенит». А с кем бы вы хотели сыграть? Ну, один раз я уже сказал, и мое пожелание не сбылось. Но сейчас, в принципе, без разницы. Мы сделали такой шаг. Это команда РПЛ и команда ФНЛ. У нас будут очень хорошие матчи, нас ждут проверить ребят наших на фоне такого соперника. В принципе, без разницы, с кем играть. Это не в том смысле, что шапка закидается, какие-то эти настроения. А именно, это просто приятно играть в команде РПЛ. Сказалось ли сегодня, что они играли с Чертанова? Или все-таки как бы это нейтрализовалось тем, что и волна пропускала предыдущий тур? Ну, все-таки я не знаю, там знают болельщики или нет. Все-таки мы с Чертанова сыграли немножко, да, 2 по 30 товарищеские, товарищескую игру. Вот, поэтому мы готовились в таком хорошем, нормальном режиме. Как сказать, никакой усталости у всех ребят горели глаза, они все хотели играть. Поэтому ничего не сказалось нормально. Следующая игра 15-го числа. Дадите возможность ребятам отметить победу? Отметить победу? Да. Конечно, да, Дима отметить победу восстановительной тренировкой. Еще отдельно хотелось бы мне сказать те слова, что я очень сильно, во-первых, рад за наших жителей города, что будет у нас такой праздник. Вот, и поблагодарить свою семью, родителей, супругу, детей, там, брат, да, которые верили в меня и поддерживали меня. Это был, этот момент был очень тяжелый, вот, и они меня поддерживали очень сильно. Большое им огромное спасибо. И отчасти я также посвящаю им победу эту. Эмоции остались? Нет. С победой и хорошей дороги домой. Спасибо.